Ну и просто устрицы с опарышами. Или что это за черви, я понятия не имею. Зрелище не из приятных. Это видео на камеру телефона сняли жители краевого центра Анастасия и Антон. Живых червей они обнаружили в упаковке с устрицами. Причем деликатес приобрели в специализированном магазине и такого сюрприза уж точно не ожидали. Тут же поехали возвращать сомнительный товар, однако сделать этого им не удалось. Мы отдали почти 2000 рублей, но нам сказали, что именно руководитель магазина сказал, что он не собирается кормить весь Красноярск и поэтому отказывает нам в возврате денежных средств. Продавцы заверили, посторонние организмы на раковинах вполне допустимы, безопасны для человека и беспокоиться не о чем. Вот только покупателей такие объяснения не устроили. Ну а мы попробуем разобраться, действительно ли эти организмы безвредны, как об этом заявляют в магазине. И отнесем их в специализированную лабораторию. Посмотрим, что нам скажет врач-паразитолог. Контейнер с червями мы отнесли к ученым, которые специализируются на работе с животными, в Краевую государственную ветеринарную лабораторию. Предварительный анализ сделали тут же, при нас. Зафиксировали, что организмы на момент исследования еще были живы и вынесли предварительный вердикт. В естественной среде это допустимо, то есть для человека опасности не представляет. Это рачки, обитающие в море, которые также самопоражают имидии. По предварительным данным, точный вид пока назвать не могу. Более точные результаты будут завтра после исследования. Тем временем Анастасия и Антон намерены добиться возврата потраченных денег. Ведь такой бракованный, по их мнению, товар они употреблять в пищу уж точно не будут. В подобных случаях заявления со всеми возможными доказательствами можно отправить в Роспотребнадзор и обратиться в Общество защиты потребителей. Эксперты рекомендуют ни в коем случае не предупреждать магазины о том, что на них составлена жалоба. Вот потребителю лучше этого не делать, никаких жалоб не обещать, а пойти и пожаловаться. Потому что если он пообещал пожаловаться, то к приходу государственных органов, контрольных органов, может быть уже там такой порядок наведен, такой марафит наведен, что никто уже ничего не докажет. Недовольные покупатели могут обращаться и напрямую в суд, тем более при наличии доказательств. А если будет установлен еще и факт отравления продуктом, тогда потребители вправе требовать и компенсацию нанесенного вреда. Евгения Шелковникова, Александр Ермошенко и Алексей Гусев. Енисей. Новости.